Алексей Козлов представляет В укреплении авторитета джаза На первой стадии развития Из книг мы знаем, что с появлением Первых записей Дикси Лэнд Бендов Начался так называемый Джазовый век С первых записей оркестра Пола Уайтмана Сделанных в 1920 году Началось время Респектабельного симфоджаза Первая же пластинка с пьесой Уисперинг принесла Уайтману Колоссальную популярность КОНЕЦ Сам Пол Уайтман получил Классическое образование и начинал Как скрипач в одном из оркестров Западного побережья В 1919 году Перейдя на популярную музыку Он собрал свой состав С которым начал выступать в Атлантик Сити В 1920 году Он уже играл В фешенебельном нью-йоркском отеле Пале Руайаль Постепенно Уайтман расширил Свой состав, добавляя по ситуации Струнные инструменты, а также Непривычные для джаза Флюгельгорн, Эфониум, Челесту Гекельфон, Бассетгорн и другие Пластинки с музыкой оркестра Стали продаваться гигантскими тиражами Гекельфон, Бассетгорн и другие Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тем не менее, Пол Уайтман Старался придать новой музыке Более солидный статус Он попросил молодого композитора Джорджа Гершвина Написать симфоническое произведение С элементами джаза Когда оно было готово, Уайтман Организовал грандиозный концерт В цитадели академической музыки В Нью-Йоркском Эолион Холле 12 февраля 1924 года Здесь собрались многие признанные Авторитеты, среди которых Были как музыкальные критики Так и выдающиеся музыканты Крейслер, Стаковский, Рахманинов, Хейфетс Программа состояла из 26 произведений В самом конце исполнялась Rhapsody in Blue То есть рапсодия в глубом Партию фортепиано Исполнял сам автор Джордж Гершвин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова